Ребята, всем привет! Сегодня готовим суперское блюдо. Это бургеры, но они будут с рваной курицей. Знаете, есть рваная свинина, а мы сделаем сегодня рваную курицу. Классное блюдо для вечеринки, особенно если много народу собирается и, кстати, дешевое. Теперь про ингредиенты. Хотя их достаточно много, но они все обычные. Значит, разумеется, нам нужно будет 4 куриных ножки. Кстати, если у вас тусовка более крутая, то, разумеется, ножек нужно больше, а все остальное умножайте пропорционально. Значит, кроме этого, 6 булочек. Из 4 куриных ножек получается 6 бургеров, поэтому нужно 6 булочек для бургеров. Ну вот, соответственно, оливковое масло, вустерский соус, соевый соус, кетчуп, яблочный уксус, соль с перцем, затем, значит, паприка, гранулированный чеснок, порошок чили, значит, и еще для колуслоу, там бургер такой сложный, интересный, значит, для колуслоу нужно будет, значит, капуста. Ее, правда, не так много, там, совсем чуть-чуть. Яблоко Грэнни Смит, обязательно Грэнни Смит, потому что оно добавит нужную кислинку. Значит, примерно 150-200 миллилитров яблочного сока без сахара. Я вот не уверен, что это без сахара, ну, фиг с ним. Значит, мед и майонез. Начинаем готовить. Сначала сделаем пряную смесь. Это даже не пряная смесь, это будет такая, такой маринадик легкий. Берем две чайных ложечки паприки, одну чайную ложку гранулированного чеснока, одну четвертую чайной ложки порошка чили, примерно половинку чайной ложки соли и две столовых ложки оливкового масла. Ну, я так на глаз сделаю. Все это дело замешиваем до получения такого маринада. Вот у нас получилась однородная вот такая вот кашица. Маринад. И мы им будем смазывать ножки. Теперь займемся ножками. Значит, что нужно с ними сделать? С ножек обязательно нужно снять кожу и отрезать все лишнее. Вот. Кстати, вот эта вот часть, она особо не нужна, я ее поэтому отрублю. Нам нужно только чистое мясо. Вот эта кожа нам не пригодится. Вот таким образом. Если в магазине бывает такое, что продаются ножки без кожи, это вообще идеально. Вот. То есть, вот такие вот ножки покупаете и прям супер. Вот такие вот получились четыре замечательных ножки. Вот. Их осталось только замариновать. Для этого я их переложу в такой вот тазик. Вот. И залью маринадом. Вот. А после этого их нужно немножко вот таким образом помассировать, чтобы маринад их покрывал полностью. Все. закрываем крышкой, оставляем пока разжигаем гриль. Нужен будет непрямой средний жар. Поэтому, как обычно, половина стартера. Кстати, самый популярный жар, самый популярный метод средний. Вот, пока все это там греется, делаем соус. Очень простой барбекю соус. Хорошо подходит к многим бродам, в том числе и к курице. Значит, для этого все ингредиенты сначала смешаем. Вот. Тут нужно где-то 175-180 мл сока. Здесь как раз 200. А почти все. Яблочный сок. Дальше. Где-то примерно 120 мл кетчупа. 3 столовых ложки яблочного уксуса. Без горки. Пол чайной ложечки гранулированного чеснока. 1,4 чайной ложки порошка чили. И 1,4 чайной ложки свежемолотого черного перца. Соевый соус 2 чайных ложечки. 1 чайная ложка густерского соуса. Вот. И остался мед. Ну, у меня тут за кадром оператор попробовал сок. Он оказался все-таки сладким, собака. Поэтому меда я добавлю. Надо вообще 1 чайную ложку добавлять, но я добавлю половину. Не очень люблю, когда соус барбекю слишком сладкий. Вот, соответственно, пол чайной ложечки меда. Все. Это все перемешиваем. После того, как размешали, остается только немножко поварить его, так, чтобы он покипел, минут 5-8, для того, чтобы чуть-чуть загустел. Соус доводим до кипения. Вот. Как только он закипит, убавляем огонь. Вот. И помешиваем. Где-то минут 5-8 на это уйдет. Ну, все. Остался последний, как бы, компонент, да, бургера. Это салат колуслоу. Начинаем делать такой простой салат. Из капусты. Капусты надо немножко, всего 200 грамм, и нарезать ее тоненькой соломочкой. То есть, таким вот образом. Отрезаем. Капуста подготовлена. Вот такая вот тоненькая соломочка получилась хорошая. Соответственно, сгружаем ее в емкость. Вот. И немножко ее так примнем, чтобы она чуть-чуть помягче стала. Достаточно. Яблоко Грэнни Смит натираем на крупной терке. Яблоко готово. И вот туда же добавляем к капусте. И немножко взбалтываем, чтобы она перемешалась. Теперь в салат добавляем порядка 80-100 грамм майонеза. После этого одну столовую ложку уксуса яблочного. Одну чайную ложечку меда добавляем. Четверть чайной ложки черного перца. И пол чайной ложечки соли. Все это перемешиваем. Как обычный салат. Все, теперь его накрываем. И оставляем до момента формирования бургеров. Ну вот, я и соус уже подошел. То есть, вот он уже загустел. Такой стал хороший. Все, его просто снять, накрыть тоже. Пусть ждет своего часа. Тем временем стартер у нас уже разгорелся. Засыпаем его. Напоминаю, что конфигурация у нас 50 на 50. И ножки мы будем жарить на непрямом. Как обычно, традиция, накрываем крышкой и даем грилю нагреться минут 10. Ну, как видите, гриль уже достаточно нагрелся. Район 220, это даже больше, чем нужно немножко. Ну, в принципе, в пределах нормы. Немножко почищу решетку, чуть-чуть традиционно. И выложу ножки. Выкладываем прямо в зону непрямого жара. Так, чтобы все уместились. Булочки нужно разрезать ровно пополам. Это, конечно, лучше всего делать с помощью ножа для хлеба. Но у меня вот под рукой не оказалось. Поэтому я аккуратно их разрезаю обычным ножом шефа. Чтобы она ровно, аккуратно разрезалась, на нее ни в коем случае нельзя давить. Ее нужно вот так вот просто легонечко пилить. А иначе она сомнется, будет некрасивая. Все, прошло 50 минут. Заглянем. Вот они. Такие замечательные. Ножки можно снимать. Пока пускай стоят, доходят еще. А я булочки поджарю сразу. Да, булочки жаются, разумеется, на прямом жаре. Только отходить никуда не надо. И, соответственно, крышку закрывать тоже нет смысла. Потому что они жарятся очень быстро. То есть там буквально в течение минуты все происходит. Тут фанатизм не нужен. Тут самое главное, чтобы они немножко подсохли. Чуть-чуть, и на них такой рисунок образовался. Решилки-то достаточно. Еще белой. Тут дальше. Дальше берем курочку и просто ее вот так вот раздербаниваем. Она вот так все разваливается уже. Потому что мы ее держали 50 минут. Кстати, если вы ее будете держать час, она будет вообще вот так вот все расходиться. Видите, как она? Все нужно прям на волокнах вот так вот раздрать, чтобы они как можно мельче были. Ну вот, собственно, вот примерно такая должна получиться масса. Вот и есть рваная курица. Теперь берем наш соус и прямо вот сюда, в сотейник, эту курочку всю засыпаем. Всю курочку перемешиваем с соусом, чтобы она такая стала золотистая. Вот такой аромат барбекю. Вот именно что, самого настоящего барбекю. Вот она какая получается. Формируем бургеры. Берем, соответственно, нижнюю часть булочки. На нее кладем курочку. Имейте в виду, что тут примерно на 6 бургеров курицы. Сюда же выкладываем колл-флоу. Вот так, шапочкой. И вот так. И все. И все это дело накрываем верхней булочкой. Только им сейчас поаппетитнее. Вот такой вот. Вот. Вообще, бургеры с рваной курицей, так же, как с рваной свининой, это очень известный рецепт среди любителей барбекю. На Западе особенно. То есть, это прям такой культовый рецепт. Я сформировал еще один вот такой вот бургер. Ну вот, сейчас попробую. Сочетание салата, вот это все время я обожаю. Вот эта вот курица барбекю. И сочетание вот этого вот свежего салата с этим яблоком, это просто какой-то оттаз вообще. Если вы ни разу не пробовали такой бургер, то я постараюсь вам передать. Значит, курица, курица очень нежная. Вот, очень-очень нежная. И вот этот вот соус барбекю, он такой реально как... Ну, вкус барбекюшный. То есть, вот как ты ешь какую-то там, скажем, в ванную свиньи. Ну да, пример привел. В общем, короче, реально такой... Хотя мы ничего не коптили, но он такое ощущение, что подкопченный такой вкус. Вот. А салат, он такой слегка со сластинкой, с кислинкой. И вот эта вот свежесть, да, такая вот. Она прям идеально с ней сочетается. Вот. Единственное, что имейте в виду, они слегка сластят. Да. То есть, потому что, помните, мы добавляли и в соус барбекю мед, добавляли. И там кетчуп был с сахаром тоже. И немножечко меда, ложечку я добавил в колу слоу, помните? Вот. То есть, если вдруг по каким-то причинам вы не любите такой вот со сластинкой вкус, то, ну, просто уменьшайте количество меда. Вот. И все будет замечательно. Кстати, хочу сказать, еще раз напоминаю, прям очень рекомендую. Ребята, это очень простое, на самом деле, блюдо в приготовлении. Вот в этом смотрели ингредиенты. На самом деле ерунда. То есть, все достаточно быстро готовится. Бургеры получаются очень сочными и очень-очень нежными. Ну вот. Ну и самое главное, что это очень дешево. То есть, можно прям сразу на толпу, вот если вы удвоите, рецепт, да, то можно вот 12 таких бургеров закатить. Просто вообще не вопрос. Вот. Если организуете там барбекю-пати какую-нибудь, вечеринку, то прямо вот сразу за час поставили, и через час у вас офигенные бургеры. Ну что, всем пока. И удачного барбекю традиционно.